Я приветствую вас на канале Аленин сад. И сегодня у меня день сбора урожая номер 3. Итак, что же у меня выросло на 25 июня в моем саду и огороде? Наконец-то в моих днях сбора урожая появится что-то сладенькое. Начала созревать земляника, клубника, а вот это земклуника. Я собрала из нее такой красивый букетик, сейчас отнесу его домой, подарю своим доченькам. Я уверена, что они это оценят. А это еще из раздела сладенькое, созрели ягодки. Это сорт лорд земляники, очень сладкий, вкусный, крупноплодный. Будем. Вот сейчас я их все соберу. Это небольшое количество ягодки, только я посадила осенью. И сейчас июнь, поэтому ожидать большого урожая не приходится. Вот соберусь, сейчас покажу, что будет. Вот я собрала, ну, около пол-литра здесь ягоды получилось. Очень красивые, аккуратные ягодки. Очень товарного вида. И плюс еще в том, что они растянутого срока созревания. Надеюсь, что на следующий год будет уже гораздо больше урожая. Уже давно пришла пора собирать редьку. Уже частично я ее выдернула. И сейчас я закончу ее уборку, потому что она уже начинает тоже зацветать. И пора с ней покончить. А на ее место посадить брюкву, чтобы место не пустовало теперь. Потому что это, получается, летняя редька. Это сорт Кармен. Как вот это выглядит редька. Эта редька, вот снаружи она красная, а внутри белая. А еще я сеяла редьку, которая внутри красная, а снаружи белая. Сейчас покажу. Называется она красное мясо. Она еще маленькая, ее можно еще подождать. Но какая-то еще маленькая, а какая-то уже цветет. И внутри она красного цвета. Но она очень острая, надо сказать. Какая здоровенная выросла. Прелесть этой редьки в том, что вот так вот в свежем виде я ее помою, положу в холодильник. И она там может спокойно месяц лежать. И я ее использую по мере надобности, крошу в салат и добавляю. Вот какая. Очень похожа на дайкон, только снаружи розового цвета. Впечатляет, правда? А по вкусу как редис. Вот на освободившееся место, на этой высокой грядке, я теперь посажу рассаду брюква. Она у меня стоит в теплице. И она будет здесь уже расти до осени. И место у меня не будет пустовать. И еще на этой грядочке можно собрать немного азимового лука. Потому что он уже тоже такой очень хороший. И вполне его можно использовать потихоньку в пищу. Все равно ведь много лука сразу никто не ест. Лично у меня 2-3 головки в неделю уходят. Постепенно я буду использовать этот лук в течение всего лета. Ну и конечно же его перо. В грядочке у меня растет петрушка листовая. Тоже соберем. Очень ароматная травка. Вот еще на этой грядке у меня был посеян лук семенами. Я его проредила. И у меня получилось вот сколько много зеленого лука. Можно уже собирать лопаточки гороха сладкого. Их можно использовать и в качестве гарнира. Немножко обжаривать на сливочном масле. И в салат просто в свежем виде класть. Потому что они без пергаментного слоя, этот сорт гороха. И они будут очень нежными, вкусными, сладкими. А можно подождать, когда образуются горошины. И съесть уже сладкий горошек. Но учтите, что пока созревает снизу стручок этот с горохом. Сверху горох не цветет. И тем самым вы теряете часть урожая. Такого полезного и вкусного. Я думаю, что уже можно сорвать вот эти перчинки. Это перец сорта ингрид. Мне кажется, что они уже больше не растут. Но если они не растут, то они тормозят развитие остальных цветов, завязи, плодов. Поэтому мы эти перчики просто съедим. И будем ждать новые. Также я сорву и перцы сорта Бонетто. Они уже тоже не растут. А из-за того, что висят эти плоды, другие не растут. Сверху не развиваются. Поэтому я их тоже сорву. Вот такие замечательные корнеплоды. Молодая ранняя морковь, которые будут очень рады мои детки. Если вам понравилось мое видео, не забывайте поставить пальчик вверх. Подписывайтесь на мой канал, потому что урожая у меня будет еще много и разного. Всего вам доброго и до свидания.